Нефть росла в цене в середине минувшей недели как раз на опасении относительно возможности введения Европейским Союзом эмбарго на поставку российской нефти. Эти страхи усилились в понедельник, когда американские средства массовой информации активно распространяли новость о том, что пятый пакет санкций в обязательном порядке будет включать данный пункт. И напряжение росло до тех пор, пока в дело не вмешался Олаф Шольц. Вчера канцлер Германии прямым текстом заявил, что никакого эмбарго не планируется. Иначе европейская экономика просто остановится. После таких заявлений цены на нефть даже несколько снизились. Однако риски все еще высоки, инвесторы опасаются чрезмерного давления Соединенных Штатов. Джозеф Байден как раз перед поездкой в Брюссель заявил, что едет добиваться ужесточения санкций в отношении России. Именно эти риски и удерживают цены на черное золото, так как снижаться в подобных условиях им просто некуда. Ну и расти тоже некуда, так как Европа явно не намерена идти на столь радикальный шаг. Так что рынок замер в ожидании итогов визита президента Соединенных Штатов в Европу. Фьючерсы на нефть марки Brent замедлили восходящий ход в районе уровня сопротивления на отметке в 120 долларов за баррель. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к незначительному по масштабу откат вниз. С учетом имеющегося настроя наблюдается все же преобладающий интерес к восходящему циклу, где недавний откат вполне может послужить в качестве перегруппировки торговых сил. Сигнал на покупку поступит с рынка после удержания котировки выше отметки в 121 доллар на четырехчасовом периоде. До тех пор возможна переменная болтанка цены в стадии отката. Как ни странно, но заявление Олафа Шольца сказалось и на золоте, стоимость которого снизилась до уровня в 1920 долларов за тройскую унцию. Отказ Европы идти на дальнейшее усиление конфронтации с Россией снижает глобальные риски, и не только экономические, но и безопасности. В подобной ситуации интерес к защитным активам существенно снижается. Тем не менее, инвесторы быстро вернулись к покупкам безопасных активов. Риски по-прежнему высоки, и итоги поездки Джозефа Байдена в Европу могут внести определенные изменения в положении вещей, причем как раз в худшую сторону. Так что золото сохраняет потенциал роста, вот только зависит все это исключительно от политических факторов. Что мы видим на графиках, учитывая технический анализ. Динамика цен на золото на старших таймфреймах. Мы видим, что золото уже как несколько дней подряд практически стоит на месте и имеет переменную амплитуду в границах между отметками 1917-1950 долларов. Четкий сигнал к действию от технических индикаторов отсутствует, и это сосредотачивает на себе обильное внимание со стороны именно спекулянтов. В данной ситуации трейдеры по-прежнему рассматривают торговую тактику пробоя той или иной границы застоя, с подтверждением на четырехчасовом периоде. В связи с этим позиции на покупку золота будут актуальны после удержания цены выше уровня 1950 долларов на четырехчасовом периоде, а позиции на продажу были бы актуальны после удержания цены ниже 1915 долларов на четырехчасовом периоде. Ситуация по рублю остается в принципе неизменной. В ходе биржевых торгов доллар торгуется в районе 105 рублей, после же закрытия торгов сделки сразу же проходят ниже 100 рублей за доллар. Разница лишь в том, что если еще пару дней назад на межбанке могли пройти сделки по курсу ниже 90 рублей за доллар, сейчас же такое практически не встречается. Сделки проходят немногим ниже отметки 100 рублей. Получается, что межбанковский рынок постепенно стабилизируется и приходит в соответствие с биржевым, так что речь идет о нормализации рынка. Вместе с тем риски по-прежнему довольно высокие, так как нельзя исключать вероятность введения Европы эмбарго на поставки российских энергоносителей. Это, конечно же, взорвет рынок и приведет к сильному ослаблению рубля, а вот перспективы укрепления российской валюты довольно мала. Судя по тому, как изо дня в день рынок болтается в районе 105 рублей за доллар, здесь не обошлось без вмешательства Банка России, которые своими интервенциями не допускают укрепления национальной валюты. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через пару часов.